Смотрите, как клево капот блестит, прям кристаллы на нем, мне так нравится, как будто бы у меня машина в стразах, я еду, он так переливается, очень красиво, по-девчачьей. Всем привет, ну что, я в адской пробке, стою, ох, стою, как часто делать, да каждый день желательно, каждый день можете, каждый день делайте, ой, ничего себе, серлитамак, это далеко, на Ленинском, на Ленинском стою, да, новый цвет волос, у меня очень темные здесь корни, а здесь мне сделали мелирование, у меня очень контрастно получилось. Вот, очень контрастно получилось, и мне очень нравится, наконец-то. Вот это кайфовый мне, это кайфовый мне цвет. Да, кудри мне накудрили посильнее, для того, чтобы они до завтра продержались, до завтра продержатся, завтра они чуть-чуть выпрямятся, будет круто, будут такие чуть полегче волны, как я люблю. Вот, так что, так вот. Я сама так никогда точно не накручу, у меня очень крутой мастер, который, вот, который я хожу, в принципе, я к ней хожу уже очень давно. Ксюша Панферова, она работает в Камеле Альбейн, я хожу к ней очень давно, потом я стала наращивать волосы, перестала к ней ходить, и, грубо говоря, год я к ней не ходила. Поэтому, сейчас я сняла наращенные, и опять пошла к своему старому мастеру, и сейчас вот к ней хожу, потому что, конечно, она что-то нереальное с волосами делает. Нереальное с волосами что-то делает, и для меня главное, что волосы выглядят сразу очень, как сказать, дорого. Дорогая прическа, сразу видно, что волосы очень ухоженные, красиво, все это не вульгарно, не пошло, все это по-модному выглядит. Вот. Что я сегодня кушала, что я сегодня кушала? Ну, дорого, да, дорого. Честно говоря, дорого она арт-директор, или как это, топ-менеджер, топ-стилист салона. Она, она берет недешево, салон дорогой, она берет дорого, но это того стоит лично для меня, то есть я прям готова на все. Мне очень нравится то, что она делает, и я кайфую. Сколько, если не секрет, ну, где-то около 20 тысяч за покраску корней, укладку там, ну, я хожу к ней где-то 18-20 тысяч стоит один раз ходить. И вас, ребятки, всех с наступающим Новым Годом. Всех поздравляю. Уже совсем скоро наступит Новый Год. Я вам желаю, конечно же, спортивных успехов, чтобы вы все накачали все, что вы еще пока не накачали, чтобы вы сделали все, что вы еще пока не сделали в прошлом году уходящем. Вот, желаю, чтобы все ваши самые амбициозные планы и мечты сбылись. Конечно, желаю вам крепкого здоровья, счастья и душевной гармонии, самое главное. Вот, такие дела. Хочу, чтобы все у всех было хорошо. И у меня, конечно, тоже. Мне и так, в принципе, неплохо. Что мне можно желать? Мне можно желать, наверное, осуществления всех планов, потому что у меня следующий год, скорее, у меня очень много проектов, очень много задумок в голове, и я, наверное, буду заниматься все-таки больше бизнесом в следующем году. Что я слушаю в машине? Сейчас у меня играет радио Мегаполис. Я очень люблю электронную музыку хорошую. У меня играет радио Мегаполис на данный момент. Вообще, разные слушаю. Разные слушаю. Электронную музыку я люблю. Какую-то, аля, там, иебица, знаете, такой хаос какой-нибудь. Такое что-то. Спасибо, ребятки, спасибо. Вас тоже всех с наступающим. Классные у меня читатели, смотрители. Вот постоянно я уже многих знаю. Чувствуется, что хорошие, адекватные люди. Это я ценю, люблю. Вот, спасибо, что вы со мной. А я с вами, что мы есть друг у друга, как говорится. И с бытями все приждаю. Не, не буду, я такое вообще не ем. Не хочу даже. Даже начинал такое не ем. Мне потом так плохо. Майонезы никакие не кушаю, нет. Не буду. Ну, я поем, может быть, что-то больше, чем я ем обычно. Может быть, там, вместо курицы я телятина поем. Не, будем отмечать в ресторане. Но, вы знаете, дочка у меня все еще болеет. Вроде бы один день у нее не было температуры. Я уже обрадовалась. А потом у меня опять 37,7, 37,5. Вот она сегодня опять с температурой. Я вообще не знаю, как мы пойдем куда-то отмечать Новый год. Ну, пойдем, наверное, хотя бы на часик отметим и сразу домой. Потому что дочка болеет. И я думаю, что будет не до праздника, честно говоря, в этом году. Я же не могу ребенка больного, как бы, ну, таскать там по ресторанам. Ну, мы уже стол забронировали, стол оплатили. Мы, как бы, тоже не можем не прийти, грубо говоря. Тем более, у нас компания собирается. Вот. Получается, что дочка болеет. Ну, не знаю, ребята там, кто захочет, друзья. И все желающие, кто с нами будет, они могут остаться, отмечать дальше. Я думаю, что мы отметим 12 часов. Посидим чуть-чуть и поедем домой, потому что дочка болеет, к сожалению. Это все очень сложно с ней будет, конечно. С наступающим, с наступающим. Да я ничего не готовлю, на самом деле. Вообще, готовить не люблю. У меня мама, конечно, кашеварит. У меня вся семья с Борей. Мама, сестра, племянники. Короче, у меня куча-куча народу, на самом деле. Ну, вот. Мы все отмечаем Новый год. Ничего особенного не готовим. Никто ничего такого вредного не ест. Поэтому ничего готовить не будем. Мама готовит в группе. У меня там что-то. Сейчас поеду в магазин еще. Надо какие-то там продукты купить. Спасибо, ребят. Вам тоже всем с наступающим. Всех с праздниками. Спасибо, спасибо. Да, клево как-то готовить. Но вы как помните, у меня есть проект Про Вкус, который мы делаем, который мы скоро запускаем. Вот Про Вкус скоро официально стартует, пока мы в тестовом режиме. И Про Вкус помогает мне готовить. Я всегда могу поесть в ресторане. У нас есть повар Паша, который мне всегда может очень вкусно угостить. Я прихожу в ресторан, когда что-то поработает, нам надо обсудить. Паша говорит, ну, тебе что-нибудь сделать. Я говорю, ну, давай, что-нибудь сделай. И он мне делает какой-нибудь гребешки какие-нибудь на пару там с брокколи. Вот что-то такое он придумывает все время. С удовольствием я это все и все ем. Удобно работать в ресторане, правда. Здорово. Это Dior Lip Maximizer. Dior такой, почти прозрачный, почти бесцветный. Почти бесцветный Dior. Я его очень люблю, как бальзам. Да, самая вкусная, да, простая, но мне нельзя ничего такого сложного, к сожалению. К сожалению, лекшать, я не знаю. Спасибо, он, на самом деле, он обычный, но у меня в каждой сумке. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я покажу его. Вот он, такой прозрачный блесочек. Такой вот прозрачный. Да я, на самом деле, не заморачиваюсь, потому что я отмечаюсь с семьей. У меня есть какое-то платье не надето, не сказать, что это прям какое-то нереально круто. Я специально не покупаю, честно скажу. Я вот с этими делами уже не заморачиваюсь. Когда ты идешь, покупаешь какое-то вечернее платье, дорогущее, у меня был такой опыт. Когда покупаешь какие-то платья нереальные, за какие-то космические деньги, одеваешь их один раз, потом еще один раз на фотосессию, и все, и оно висит. У меня есть такие платья, Шанель какие-то, Диоры. Вот они висят, я раз одела, все, они висят. Поэтому я такие космические платья больше не готовлюсь. Более на одну ночь, мне так жалко потом деньги. Честно, я что-то недорогое всегда могу найти на одну ночь. У меня не сумасшедший человек, конечно, в этом плане. Я могу купить дорогую сумку, дорогую обувь, потому что с этим можно долго ходить. Шарф это Шанель, вот эта зимняя коллекция. Да, мало народа, а потому что все стоят в пробках, все готовятся к Новому году. И я думаю, что не до интернетов, не до перископов. Я тоже, да, вижу, что очень мало народа. Как правило, там по 500 человек получается. Нет, не была в Крыму никогда. Надеюсь, когда-нибудь побывать. Да, когда вот ты вещи покупаешь и носишь. Я вообще безумно люблю такие вещи, которые носибельные. Я могу потратить на верхнюю одежду, я могу потратить на сумки и на обувь. Потому что это для меня важно. А остальное я могу просто недорогое какое-то, не знаю, там какую-то зару. Ну, редко, правда. Ну, у меня бывают какие-то вещи из масс-маркета недорого. Чего там мой, Ярослав пишет, я вижу. Не, не смотрю тайские каникулы, я не смотрю вообще ничего. Не смотрю телевизоры, я не смотрю ничего, никакие проекты, никакие ютуб-каналы, я никого не знаю. Потому что я работаю, у меня очень мало времени свободного. Я только сейчас домой еду. Я сегодня выехала в 10 утра из дома, вот время полвосьмого. Я еще еду, еще в магазин поеду. И только-только вот я домой доеду. Вот. Поэтому ничего не смотрю. Я дома практически телек не смотрю. Ой, какие-то матершинники потянулись наконец-то. Можно кого-то заблокировать. Я думаю, ну как же так? Я еще сегодня никого не заблокировала. Какая-то нездоровая фигня. Да, я делала мезонити, я же писала об этом. Я делала мезонити на нижнюю часть лица. Нижнюю треть лица, как мне говорит косметолог. Они у меня где-то полтора года стоят. Два раза я делала. Ну, полтора года мне хватает. Зато у меня не держится ни ботокс, ни какие филеры. Они в моем организме не держатся. Поэтому мне бесполезно ставить что-либо из гелоуронки какие-то. Да, там филеры. Они вообще не стоят у меня. И ботокс на мне не стоит. Вот видите, у меня вообще. У меня он держится ровно месяц. Поэтому я даже не ставлю ничего такого. Потому что это трата денег на ветер. Поэтому с филерами у нас не задалось. Ни с ботоксами. Поэтому, ну что делать. Как сделаю? Да, ну хорошо, конечно. Приходите. Удачи вам. Приходите на позирование. Я всем рада. Спасибочки, друзья. Образ у меня называется уставший, замученный и немножко офигевший под конец года. Вот он мой образ. Сегодняшний. Какое время? За пять лет где-то. За пять лет где-то, ребятки. Ох. Скоро все пройдет. Мало зрителей. Да не говорите 50 человек. Меня все разлюбили. Меня все разлюбили. Ну что делать. Любовь народная, она такая. Волнообразная. То она есть, то и нет. Ну что делать. Матирующий крем. А я не помню, как он называется, ребятки. Эндоморфа на массу. Ну, наверное, надо в каком-то виде. Просто аккуратнее с едой. Все на шопингах. Это точно. Ты знаешь, ярочка. Я сегодня была в этом, как его, торговом центре. Я чуть не офигела. Там так много народу. Мне надо было дочке купить балетки. Ну вот, чтобы переодеться к платью. Я вообще чуть не посидела там. Парковки нету. Негде встать. В магазинах, на кассы очередь. Причем магазины любые. Вообще любые. Детские, взрослые, косметика. Все что угодно. Но такие пробки на кассах, магазинах, на дорогах. Это вообще атас просто. Что-то здесь какая-то хренота творится. Ребята, а че за... Че за она? Че-то на дороге все едут. У меня зеленый свет. Чувак чуть не врезался. Все сигналят. Все едут. Эти перегородили дорогу. Все сигналят. Короче, эти едут на красный. Народ опорзел. Видите, они на красный едут. У меня зеленый вот горит. Но люди едут на красный. И вообще, по-моему, купят. Что происходит? Так, ну че, Рикат, я отключаюсь. Я отключаюсь, потому что я уже активно занимаюсь рулением. Активно занимаюсь рулением. Поэтому я вас уже не вижу, не слышу. Я буду отключаться. Всех люблю. Всех целую. А то я сейчас куда-нибудь въеду. Чувствую. Тут такой же скач у нас творится. Все, ребятки, с наступающим. Как могу еще выйду. Всех целую, люблю. Обнимаю. Хороших вам выходных, праздников. Будьте здоровы. Любите друг друга, своих близких. Пока.